Сталкер по кличке Цербер единственный, кто видел в последний раз Стрелка. Он находится на барьере и нужно с ним поговорить. Также нам нужен пси-шлем для того, чтобы догнать Стрелка, ведь он идёт на Ротар, а там высокое пси-звучение. В этом ролике мы этим и займёмся. Вам нравятся аномалии и я реально этому рад. Надеюсь, что и эта серия будет оценена лайком и подпиской с колокольчиком. Кстати, большинство смотрят меня без подписки и это меня реально печалит. Если ты тут впервые, то смотри с самого начала. Плейлиста всеми сериями есть в описании. Приятного тебе аппетита и просмотра и я начинаю. Тоже пустой, ну ладно, ничего страшного. Тайников на дикой территории, кстати, довольно-таки большое количество. И я сейчас хочу как раз-таки быстро их обыскать. Почему быстро? Да потому что эта локация почему-то жёстко вылетает. Ух ты, ни хрена себе. Ну, так-то, слушай, пойдёт. Нормальный хабар, нормально. Эта локация почему-то реально жёстко вылетает. И на ней особо заострять внимание не хочется, потому что вылеты, это неприятно, это лишние нервы, да, тратятся. Поэтому вот. А у меня вопрос. Я же вроде дроби покупал довольно-таки большое количество. Почему у меня один патрон уже? Ни хрена себе. Ну ладно, понимаю. Нам необходимо, видимо, больше дроби. Так, аномалия, искрящийся сумрак. Так, забираем тайник. Я не понял, а где эта аномалия находится? Видимо, это аномалия, которая находится подо мной. Ну ладно. А здесь я никого, кстати, не вижу. А наёмники нам, кстати... Ну, хазать насчёт наёмников, но вроде как они нам должны быть врагами. По-хорошему-то, да? Ну, точнее, по-по-плохому, по-хорошему-то не травами. Но что-то мне подсказывает, что такой нейтралитет с наёмниками. И вы чего? Так, это кто такой? А это хрена его знает. Вроде сталкер, судя по себе, но ладно. Так, у меня, кстати, перегруз. Давайте-ка я приму, наверное, энергетик. Не знаю, может быть, мне как-то это поможет, но я буду бегать. Я чё-то понять ничего не могу. Какой к чёрту с норкой, где ты, тварь, бегаешь? Я не понял. Может, он находится где-то под землёй? Но мне стало стремновато, на самом деле, когда я услышал это вот-то вот. Вот это вот. Ну да. Ну, только я так могу. Так, ну, в принципе, у меня имеется довольно-таки много аптечек и стимуляторов. Поэтому, в принципе-то, я могу себе позволить один раз что-то такое схавать. Так, давай запрыгиваем сюда. И тут забираем тайник. Что это такое? Я не знаю, но тайник вроде неплохой. На этом ещё не всё. Тут, знаете, к территории реально дохрена тайников. Но оружие убирать своё я не буду, потому что хрена его вообще знает, что здесь и как. Во всяком случае, я видел тут двух сталкеров. И причём неизвестно, кстати, какой он не масти, какой агруппировки. Вроде бы как сталкеры. Но это не точно. Насчёт, кстати, пси-шлема. Он стоит 25 косарей. 15 стоит непрокаченный пси-шлем. Вот. Но я всё-таки куплю себе нормальный пси-шлем за 25 косарей. И, в принципе-то, я думаю, что с ним я буду испытывать максимальную защиту. Так, давай-ка тут как-нибудь спрыгнем. И вот уточки... Здорово. Вот уточки, кстати, имеется тайничок. Давайте сейчас краски его заберём. Блин, а я ещё, кстати, нашёл вот такие вот кевларовые пластины. В одном из трупов бандитов, которого я убил в предыдущей серии. Но пока что я вешать их не буду. Мне, по-хорошему, два контейнера под артефакт. Но это в перспективе, так сказать. Ну и, наверное, последняя территория, которую можно что-то найти. Это вот уточки находится ящичек. Как-то охранеть. Тут реально очень много вещей. Это немного даже странновато, если честно. Но, в принципе, ладно. Так старо-светские монеты забираем. И что-то ещё вроде. Насчёт, кстати, состояния. У меня всё в более-менее нормальном состоянии. Бегать с этим и что-то делать с этим я могу. И главное сейчас всё это дело продать. Так, ножик давай так же поточим. Почему нет? Так, а впереди у нас, видимо, аномалия какая-то. Чего? Кабаны? Чегошечки? Ну нихрена себе. Вот это подарок, однако. Судьбы. Блин, а чё я так даже ФП спросил за этих кабанов? Ну, ха-ха, ладно. Так, а это, видимо, наш шанс поискать артефакты. Я так, я правильно понимаю? Потому что артефакты, это, наверное, единственная вещь, которой мне не хватает. Так, давай-ка я, наверное, вычню сейчас себе дробовичок. Хотя давай вот с помощью вот этой вот штуки вычнем. Так, отремонтировать, здорово. Ну и нам нужна дробь. Без дроби будет сложно. Так, аномалия жарко. Ну что, давай тогда потихонечку будем её исследовать на наличие артефактов. Блин, мне бы, кстати, болтики подбирать было бы тоже неплохо. Так, ну вот тут мы проходим, и тут пока всё окей. Нет, увы, никаких артефактов тут нет. Я не знаю, в чём проблема, в чём беда, алкоголь или еда, но реально никаких артефактов нет. Это печально. Тайник у нас здесь, кстати, не пустой. И мы находим с вами, кстати, артефакт. Да, вот этот артефакт, он называется фонтан. Честно говоря, артефакт такой себе, но для продажи учёным сойдёт. А чё это у меня перегруз, я не понял. И что мне принять, чтобы его не было? Ну, нам надо, видимо, чё-то выкинуть. Ну, я даже не знаю, что на самом деле. Так, тут всякие вещи давайте поразбираю. Может, как-то поможет это, но я хз. Нет, не поможет, естественно. Ну, всякое барахло я выкинул. Не знаю, насколько мне это поможет, но вроде помогло. И вот он, тот самый красивый янтарик. Нет, ребят, реально потрясающая графика в аномалии, конечно. Я серьёзно говорю без дрофов, но она реально очень крутая. Просто посмотрите на это. Хоть для превьюшки забирай, я не знаю. Да, ну, реально, очень годная. Очень годная графика. Здорово, учёный. Давай уберу оружие. Как тебя зовут-то хоть? Работа есть на промесе? Работы нету? Ладно. Вы знали мы, кто такие учёные? И знаем то, что они нам не травы. И то, что, в принципе-то, мы можем с ними сотрудничать и продавать им всякие вещи. Я не знаю, я буду с неё течь, наверное, потому что я не видел такую графику в Сталкере. В силу того, что у меня был очень плохой ПК. Ну, как плохой? Не был таким хорошим, так сказать. И, как бы, такой графики я не видел, да? Но здесь это я вижу. Причём с довольно-таки хорошим фпс. Ещё один тайник. И он не пустой. И у меня вновь перегруз. Ну, давайте пока, наверное, некоторые вещи выложим. Потому что... Потому что я их банально не дотащу. Вот и я и в бункере, кстати. Ну, пойдёмте, наконец-таки, продадим все-все-все вещи Сахарову. И после чего, наверное, также вещи продадим всяким новичкам. Ну, не новичкам, а не всем простым. Так, тут же у тебя ящик, да, имеется, да? Стой, стой, стой. А ему-то, кстати, продавать-то, собственно, и нечего, если честно. Хотя... А, что? Ооо, почему ты так дорого берёшь артефакции? Они же мусорные. Здравствуйте, молодой человек. А, кого? Ладно. Так, глюкозу давайте продадим. Я могу прямо сейчас уже у него заказать пси-шлем. Нормально. Так, давайте как раз-таки это и сделаем. Так, лапа пси-то-гиганта. Давайте возьмём что-нибудь ещё есть. Колобок. Ну, давай тоже поищем. Окей, понимаю. Так, выжигатели мозгов. Мне нужен пси-шлем. Так, и как раз-таки, да, 25 тысяч, думаю, на того стоит. Колдуйте. Почему он забрал 17,5? Винный, видимо, залог какой-то, да, или что? Ну, ладно. Но, в принципе, на этом, на Интере делать ровным счётом нечего. Потому что теперь нам осталось только дождаться, пока Сахаров сделает пси-шлем. А после чего надо, получается, идти к Церберу для того, чтобы узнать о Стрелке. Куда он там пошёл? Ну, давайте, наверное, вернёмся в бар. Там, наверное, поспим заодно. И потом пойдём на армейские склады. И как раз-таки поговорим с этим Цербером. Может быть, он уже что-то знает и может сказать нам прямо сейчас. Ну, Громов, привет. Кстати, работа... Так, для тонкой работы, кстати, я тебе привёз инструменты. Возьми. И чё ты мне дал? 15 ксарей даёт! Что? А чё так много-то? Так, и вот ради этого, как раз-таки, я к тебе пришёл, чтобы всё это сдать. Ну, в принципе, я думал, что ты его дороже возьмёшь. Ну, хотя бы косарик даёт. Ну, ладно, неплохо. Офигеть, просто с куста. Плюс 15 тысяч. Ой, здорово-то как. Ну, можем хотя бы сейчас дробь купить пойти. Ну, нихрена себе, сколько у тебя дроби-то, мужик. Ну, давай, я у тебя, в принципе, её куплю. Кстати, у него очень дорогие патроны для Грома. Смотри, сколько они стоят у него. То есть, а Бэма стоит сколько там? Три косаря, да, вроде как? Ну, да, это многовато, но другого варианта нету. Но, в любом случае, можем потом перейти на вот... Что? 6 тысяч? Боже, какие дорогие цены. Ладно. Патроны, короче, для Грома, ребят, экономим. Ой, да это гроза, я знаю. А, это ЛЦ. Ну, да, это гроза, короче. Можно я буду называть её иногда Громом, и вы не будете прикапываться. Ладно, ладно. Ну что, отправляемся к Церберу, который находится на барьере. Но перед этим давайте обучим пару тайников. Допустим, у них тайник имеется. Благо, он не пустой. И, кстати, там вдалеке я вижу собак, которые в аномалии там развлекаются. Норм. На тебе. Я дроби купил, я готов к вам. Алло, дядя. Не надо лезть ко мне. Ну, у них, кстати, были вещи. Давайте их сберём, почему нет. Узнаю, узнаю, да. Узнаю, Ливень. Ну, ладно, он хотя бы красивенький, кстати, здесь. Он громкий, падал, но зато красивый. Так, тайник у нас тут имеется. Понятно. Круто. Я, кстати, помню то, что в аномалии армейские сходы реально жёстко лагались. Здесь таких проблем нету пока что, кстати. Но дождь какой-то реально мега жёсткий. Долговцы? А, ну ясно. О, прикол. Ну, нифига себе, тут жарко-то, однако. Так, дай-ка я это обучу. Ух ты, круто. Ксеранг повысили мне, и я могу, по идее, сейчас кому-то ещё дать инструменты. Ну, либо их продавать банально, хз. Хотя продавать их невыгодно. Их лучше, мне кажется, сдавать. Техники довольно-таки ценят подобный вид инструментов. Ну, Ливень, конечно. М-да. Здорово, свободовцы. Гуляйте под дождиком? Хе. Хотите вырасти? Ясно, понимаю. А, этот падла мой таник забрал. Идёт к второму танику, который там находится. Ну, ты гнида. А, он всё равно пустой, забирай. Нихрена себе, что у вас тут произошло, ребят? Кого? О, ещё артефакт. Не, ну я их отдавать буду учёным тогда. Ибо продавать их простым торговцам, это вообще бессмысленно. Я тут с Типком общался. Грит сам в лаборатории не видел. Но как... Э, чё заткнулся-то? А, везёт. Да, это даже какой-то улучшенный, кстати, какой-то натуре, смотри. Ну, хозя, может он, наоборот, ухудшенный, но он всяко лучше, чем вот эта вот штука. Поэтому, прикол. Здорово, тайник. Пока, тайник. Знаете, как только прихожу в новую локацию, всё это дело превращается в какой-то симулятор тайников. Но самое главное, что эти тайники я всё-таки нахожу, и они довольно-таки, кстати, полезные. Так, это можно, в принципе, попокладывать, потому что это реально бессмысленные вещи, которые занимают очень много-много лишнего веса. Лиш-лишнего веса. Лишнего веса. А, что? Громов! О, я нашёл инструмент для калибровки, прикинь. Вот это да, вот это хороший хабар, реально хороший хабар. А работа есть какая-нибудь? Так, детектор медведь, пять штук. Ага, пошёл ты нафиг. Антидот пять штук. И вот, тёмный галине я возьму. Да, ещё что-нибудь есть? Мясо цвета собаки? Ну, ладно, понимаю. Ну, давай продадим тебе всё это дело. В принципе, мне оно нафиг не сдалось, а тебе-то, наверное, пригодится. Я, кстати, понимаю, что вот эти вот вещи лучше продавать либо охотнику, либо учёным. Но, опять же, вы мне тоже поймите правильно, что у меня перегруз, и вообще никакой лишний вес не нужен мне. Вообще, осоло совсем. Да, поэтому я это всё продаю. Мины возьми полтора килограмма, минус. Чё ещё тут дофига занимает? Ну, инструментики, но я их продавать не буду. Чё, это совсем дурачок, что ли? Так, артефактик, четыре косаря. Блин, ну лучше учёным, ну давай продадим, хотя... Ладно, пофиг продали уже. И можем себе, кстати, купить дробовик. Но давайте пока я буду подкапливать денюжки, потому что... Ну, как бы капитал есть, и давайте будем его ещё развивать. А потом уже, может быть, вы мне в комментиках напишите, чё купить. Ну, либо же я сам найду какой-нибудь уникальный хабар и куплю его, почему нет. Здорово, кстати. Кстати, а есть работа на примете? Найти спас 12, да иди нафиг. Так, монолит в режим леса давайте убьём. В режим лесу, точнее. Нашивки монолита давайте найдём. Странно, почему монолита недолго, кстати. Ладно, пофиг. У свободы, видимо, новый враг. Монолит. Так, работа есть на камере на примете? Да, вообще, без б, дядь, возьми. 11 тысяч плюсов. Просто с куста, знаете, просто с куста. Так, кто такой? Леший. Чем занят? А, это проводник, типа, я понимаю. В эту дождливую погоду предлагаю отправиться на барьер для того, чтобы познакомиться с Цербером и узнать какую-либо информацию о Стрелке. Но, тем не менее, скоро я уже отправлюсь в рейд на ЧАС, в сторону радара, во всяком случае. Конечно, моего снаряжения не хватит, именно для этого я коплю снаряжение в плане денег и потом что-нибудь себе куплю. Но, во всяком случае, познакомиться с Цербером и узнать какую-либо информацию лишней не будет, я думаю. Так, а вот, видимо, этот Цербер и есть, да? Здорово, мужик. Хороший хабар при тебе, однако, был какая-то камуфляжная. Жижка была здесь, ничего себе. Она, правда, она убитая, но давайте отсоединю все обвесы и выкину ее нафиг. Точнее, выложу, чтобы игра не вылетала. Ну, здорово. Здравствуй, сталкер. Что же привело к тебе к границе мира живых и не очень? Расскажи о себе. Ааааа. Нам, видимо, нужны эти пси-наушники для того, чтобы с ним поговорить-то. Ё-као, ты мане, а? Я-то уж думал то, что сейчас нам расскажут какую-нибудь информацию о Стрелке, что он там легендарный сталкер, который пошел вновь к радару. Уй, эх, ну ладно. И сейчас наша задача максимально быстро найти вот тот тайник, максимально быстро его забрать и максимально быстро оттуда уйти. Но почему-то он всегда у меня пустой. Так, я вернулся к шурупу и так, ааа, информка, да, вот возьми-ка пока за 2200, кстати. Нормально. И вот эти шшшшшш... А почему так дорого? Офигеть, 60 тысяч у меня уже имеется, пацаны, 60. Ну можно охотника дробовик купить, кстати, на эти бабки. Тоже как вариант. Офигеть, 60. Ну, на всяком случае, если помнить, что 15 патронов для грома стоят 3000, а обойма 6000, что это копейки божия. Ну всё равно, довольно-таки немало, во всяком случае уже. Так, стоп, я, кстати, не тот детектор продал, если что. Ещё плюс два косаря, нормально. Честно говоря, на армейских складах делать нечего. Нам необходимо ждать, пока Сахар сделает нам все наушники. И после чего отправляться к Церберу. В следующей серии, наверное, я этим и займусь. Так, понятно, там никто стой. Ну а пока на этом я, наверное, с вами попрощаюсь. Надеюсь, что серия получилась интересной. Ну, кажется, она что-то интересной, но во всяком случае продуктивной. Потому что у меня уже имеется 60 тысяч. И я жду ваших комментиков, собственно, что мне на эти деньги купить. Куда мне их деть? Всем спасибо за просмотр. Удачных ходов, сталкер. Не валите. И пока-пока. Еще увидимся. Сердцем чист, душой кристаллин, да я как кристальный Сталин. На летающей тарелке разъебался в магистрали. Мой труп тащит, ходили. Агент Молдыры искали, эй, оу, Молдыры искали, эй, оу, кристальный Сталин.